Всем привет, дорогие друзья! Я Нептун, как обычно, на своем месте, и я провожу очередной воскресный подкастик. Есть некоторые поводы, некоторые моменты, которые бы хотелось мне озвучить и уделить внимание. Во-первых, конечно же, я начну со слов благодарности. Спасибо вам, ребята, за то, что вы смотрите меня, за то, что вы находитесь на канале и в группе, и за то, что вы смотрите этот подкаст в этот момент. Огромное вам спасибо, вы продаете мне сил, смысл в том, что я делаю, поддержку, естественно, вы оказываете ежедневную. Это все очень много для меня значит, и благодаря вам, все, что я делаю, имеет смысл. Я выкладываю новое видео, я знаю, что есть часть людей, которые, допустим, ждут Silent Hill, есть часть людей, которые ждут другие видеопрохождения, кто-то ждет Happy Wheels и так далее. То есть все, что я делаю, все, что я выкладываю, оно куда-то уходит, и оно кому-то приносит пользу. Это самое главное. Очень приятно это осознавать, поэтому спасибо вам большое. Также спасибо моим редакторам. Я немножко переформировал состав редакторства, и у нас теперь там новые люди. Каждый из них вносит свой вклад в общее дело, в развитие группы. Так что, ребята, вам тоже огромное спасибо. Вы делаете это абсолютно безвозмездно, по доброте, по желанию помочь Нептуну, каналу и группе. Это очень много для меня значит, на самом деле. Это очень хорошее человеческое качество. Помогать. Поэтому это реально очень и очень круто. Теперь дальше. Хотел бы сказать пару слов по прохождениям. Как вы все знаете, у нас совершенно недавно вышла игра Soma от создателей первой Амнезии и Пенумбры. Игрушечка уже сделала немало шуму. У нее очень положительные оценки. Средний балл, по-моему, у игры там 8,6 или 8,7 из 10. Я делал там подсчет. В общем, игрушечка реально стоит своих денег. Я не пожалел, что я ее купил в стиме, и я ее прохожу для вас. Единственное, что, наверное, я, может быть, это делаю не так быстро и не так оперативно. Всего лишь две серии сняты на данный момент. Я посмотрел там на ютубе, полазил немножко. У некоторых уже игра пройдена, у некоторых там 8-7 серия идет. Я немножко это все делал не так расторопно, но я думаю, что это все нас не интересует. Ну, плевать, что у них там есть, да, что они там прошли игру. Нас интересует то, что есть здесь и сейчас. Потому что у нас, помимо Soma, есть очень много других видео, которые нужно опубликовать. Есть другие игры, есть другие прохождения, и мне нужно уделять всему время. Поэтому, надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием и дождетесь прохождения Soma в моем исполнении непременно. Также у меня подходит прохождение Silent Hill уже к своему логическому завершению. У меня уже, в принципе, она вся отснята. Осталось только это все дело обработать, смонтировать и залить на ютубик. После всего этого я, возможно, примусь за прохождение игры Amnesia. Наконец-то, да. Некоторые люди после Amnesia, да, играют в Soma. У меня получилось наоборот. Я сначала поиграл в Soma, освоился там и перехожу к Amnesia. Но многие говорят, что Amnesia немножко все-таки страшнее, чем Soma, потому что Soma больше такая философская игра. Я уже по двум сериям, которые я успел отснять, уже такие у меня мысли глубокие по поводу сюжета. У меня даже есть какие-то версии о том, что, возможно, чем игра кончится. Но я пока это не буду озвучивать, оставлю спойлеры на потом. А Amnesia, ну да, игра пугает. Там совсем даже другая стилистика. Такой заброшенный замок, пустота. И как бы это все, естественно, нагоняет криповатости. И одновременно с Amnesia или после Amnesia у меня как раз появляется свободное окошко. Поэтому, дорогие друзья, предлагайте какие-нибудь большие хоррор-проекты и заводите голосование. Или даже я, наверное, заведу голосование. Мы посмотрим, что можно поиграть, во что поиграть. И что выпустить во время Amnesia или после Amnesia. Есть у меня только две мысли, по-моему. Это вот Alien Isolation. Многие просили пройти эту игру. Я ее, кстати, сам не проходил. То есть я там, по-моему, буквально вначале побегал. У меня просто нет времени на это дело. Не было времени. Теперь, когда я снимаю видео и все это попадает на YouTube, проходить игры стало как-то попроще. То есть я одновременно прохожу и для себя, и для канала. Это очень здорово. Так вот, либо это чужой изолейшн, либо еще там был какой-то хоррор. Я уже не помню название, надо будет вспомнить. В общем, предлагайте, дорогие друзья, мы будем во все это играть. И теперь дальше давайте немножко прибежимся по, значит, по группе. У меня в группе произошли некоторые изменения, которые бы я хотел озвучить. Итак, давайте. Вот, собственно, да. Как вы можете наблюдать, я сделал небольшую менюшку навигационную. Вот здесь она у нас сверху закреплена. Я это сделал для удобства. Хотелось как-то, знаете, собрать все важные вещи в группе в одном месте, чтобы не приходилось там искать это все везде. Там на стенке, например, где-то позади там мотать, мотать, мотать. Либо в темах. То есть я создал эту навигацию. Можете просто сюда вот заходить, в этот пост он закреплен. И все важное здесь, смотрите, есть ссылка на канал. Так, есть информация о канале. И тут есть вот вопрос-ответ. То есть очень много вопросов, которые приходят мне в личные сообщения. На них я уже отвечал много-много-много раз, поэтому я создал такую темку. Заходим сюда и читаем. Все, что самое такое насущее здесь есть. Что здесь нет, вы можете спрашивать. Вот как Николай Макаров у нас спросил насчет подписчиков. Так, поехали дальше. Предложите игры. То есть хорроры тоже. Предлагайте, дорогие друзья, хорроры именно в этой теме. И прикольные игры здесь, а не в личных сообщениях. Потому что диалогов у вас очень много. То есть если вот этот открыть, да, у меня просто тут куча-куча разных диалогов. И люди всегда что-то, что-то предлагают. Вот, и все это порой теряется в сообщениях. Мало того, что диалогов много, так еще и в самих диалогах там куча сообщений. Вот, поэтому, ребята, только здесь. Я могу сюда зайти. Допустим, вот. Захожу и все, все игры вот на виду. То есть они не теряются. Просто их пролистываю, выбираю. Еще скачиваю или покупаю и прохожу. Что-то из этого я уже прошел. Что-то мне предстоит пройти. Дальше, конкурсы. Тоже была больная тема в этом плане. То есть мы какой-нибудь действующий конкурс закрепляем на стенку. Вот сюда, вверх, да? Но при этом другие конкурсы, которые я мог бы запустить, я их не могу никак выделить. То есть две записи одновременно закреплять, к сожалению, нельзя. Чтобы как-то это избежать, я все конкурсы теперь буду размещать вот в этой теме. То есть захотели вы, допустим, узнать, что там на канале, на канале в группе у Нептуна. Какие там есть конкурсы, какой креатив, какие там прочие-прочие интересности есть. Заходите сюда. Вот, действующие конкурсы. Клапс. И все. И тут все перечислено. То есть это, ну вы все знаете уже, я решил это все ввести еженедельно. Лайкомет и репостер. То есть по активности мы подводим итог и дарим голоса. За первое, второе, третье место. Ну и дальше конкурс от Вероники. Это раскрасить, то есть все здесь написано, сроки проведения. То есть сегодня будет итог подведен. Подробности, вот ссылочка на тему. И статус, то есть конкурс идет. А на тему, если переключить, то вот, собственно, эта тема, которая на стене потерялась. Здесь она всплыла и все очень удобно. Смотрите и участвуйте. Все новые конкурсы я буду добавлять вот сюда. То есть будет 3, 4 и так далее. А конкурсы, которые уже прошли, они будут либо удалены, либо вводят статус. Здесь стоять, например, конкурс окончен. Вот. Теперь возвращаемся. Расписание выхода видео. Тоже тема. Ну, эта тема очень старенькая. Она 9 июня создана. То есть, ну, вы все уже знаете. У меня понедельник. То есть чередуются одни. То есть в один день у меня выходят хорроры, допустим. И прикольные игры, инди-хорроры. А в следующий день выходит прохождение. Воскресенье, выходной или итоговый день. Ну, это вы все должны уже знать наизусть. Ха-ха-ха. Так. И давайте тогда все-таки по порядку я пройду по темам. Значит, о канале. Важная тема. Если вдруг вы заходите на канал впервые. Допустим, или вы не были в группе. Или вы только-только подписались. Или вы хотите позвать друзей на каналчик, допустим. То вы в первую очередь отправляете их вот в эту тему. О канале. Класс. И здесь я подробнейшим образом описал все, что вас будет ждать после подписки. Во-первых, это, конечно же, хорроры. Основной упор канала. Здесь все написано. Дальше другие прохождения. Имеется в виду все, что помимо хорроров у меня есть. В данный момент это не так много таких игр. Допустим, это МДК. Скоро будет, я хочу пройти Пейнткиллер. И вообще все другие проекты. И больше всего здесь будет игр в рубрике Игры от Нептуна. То есть я буду проходить те игры, о которых я много-много раз говорил. Всякие квесты там и прочие вещи. Не хоррорные. Не обязательно хоррорные. Дальше. Здесь перечисляю рубрики на канале. То есть это цикл инди-хорроров. В настоящий момент три цикла здесь запущены. Все описал. Ссылки на плейлисты тоже есть. Прикольные игры. Ссылка на плейлист. Заезды в Happy Wheels. Игры не для всех. Первый взгляд. И так далее. Все-все-все есть. Единственное, что игры с подписчиками, пока у меня рубрика временно заморожена, до лучших времен, как только у меня будет больше свободного времени и канал как-то более-менее начнет развиваться и жить самостоятельной жизнью, то мы это все заведем. И обязательно будем играть вместе. А все эти видосики потом будут попадать на YouTube на долгую и счастливую память. Дальше, да. Хочу вот предложить игры Нептуну. Здесь тоже ссылочки идут на темы. В описании, когда же выходит видео. Каждый день. Здесь я описываю, что такое итоговый день. То есть, это наше воскресенье всеми любимое. А здесь, что же вы получите, если подпишетесь? Я перечисляю все то, что вы можете реально получить. Это качественный контент. Это каждодневный выход видео. Это видео всегда эмоциональные, позитивные и в общем очень-очень крутые. Соскучиться не получится. Потом, это стремление к развитию. То есть, да, мы постоянно развиваем канал и постоянно что-то придумываю новое, что-то модернизирую, улучшаю. Если изначально это был просто видео, просто ролик. С кучей аннотаций, которые там всяко-разно раскиданы на экране, что было не очень удобно. Со временем аннотацию приняли более компактный вариант, более удобный. Потом со временем добавилась, допустим, финальная заставка. Она тоже со временем меняется. То есть, контент постоянно развивается и развивается. Качество видео тоже появилось. Если, допустим, почти все хорроры в первом цикле, инди, они у меня были в 720 качестве, то сейчас это исключительно 1080. В некоторых случаях даже 60 фпс. Так что, вот, собственно, в этом суть, в развитии. В будущем у меня тоже есть пара идей, как сделать видео более интересными и более насыщенными. Сделать начальные заставки, сделать какие-то вступительные ролики. В общем, сделать именно то, что привлекает просмотр у вас, дорогие друзья, и добавляет вам интересности. Ну, конечно же, это еще и викторины, конкурсы и креатив в группе, что тоже немаловажно. Регулярное общение напрямую с подписчиками. С вами, дорогие друзья. От Нептуна это очень важный аспект в развитии в канале, потому что я не хочу там где-то, знаете, застеснить видео и вообще никак с вами не контактировать, никак не проявлять никакой активности. Это неправильно. Я считаю, что вот эти конкурсы, викторины и вообще это взаимоотношение, взаимосвязь между мной и вами, это очень важно. Поэтому я тоже все это дело описал в том, что вы получите, если подпишетесь. Также мою отдачу видео. Здесь я писал о том, что я стараюсь в своих видео постоянно приносить слова благодарности, как использовать ваши арты, допустим, что-то еще. То есть это все не уходит в никуда там или просто не остается в альбоме. Если вы посмотрите почти большинство моих подкастов, почти, наверное, во всех есть ваши арты. Они летают, мелькают там и показывают людям, что у Нептуна очень здоровские, очень крутые подписчики, очень верные подписчики, которые его не бросят в битие. Я это все, естественно, буду делать в виде отдачи в своих видео. Ну и, конечно же, вы влияете на канал. То есть я провожу опросы, я провожу какие-то опросы мнений, я прислушиваюсь к вашим советам и все это рано или поздно попадает на канал. И канал развивается благодаря вашим советам, дорогие друзья, поэтому не стесняйтесь. Что-то я учитываю, что-то я не учитываю, что-то мы вместе с вами выбираем лучшее из предложенного. В общем, канал это 100% отражение вашего желания. Что вы хотите увидеть, то и будет. Вот, например, рубрика «Заезды в Happy Wheels» это 100% вклад подписчиков. У меня не было такой мысли проводить эту рубрику, но кто-то мне сказал, что было бы неплохо, да, там ввести Happy Wheels, это безбашенные вещи, вообще очень крутые. Там подписчики могут предлагать проходить разные уровни. Я подумал, а почему бы и нет? И, собственно, теперь эта рубрика полностью официально заведена. И там уже 6, по-моему, видеороликов, что очень и очень круто. И так далее. Ну и, конечно же, чтобы все это получить, чтобы быть частью семьи Нептуна, нужно всего лишь подписаться. Здесь есть картинка, которая ведет на подписку на YouTube. Тоже прикольно. Ну и здесь мы, значит, описали все это дело. Дальше. Вот очень важная вещь. Узнать, как поддержать канал. Многие, наверное, из подписчиков, у них есть жуткое желание поддержать канал как-либо. Но у них, допустим, нет какой-то мегагруппы большой или нет еще чего-то, что могло бы способствовать развитию. Но человек хочет, допустим, поддержать. Ему не безразличен канал, не безразличен Нептун. И ему что-то хочется сделать. Поэтому человек, у которого есть такое желание, он заходит в эту тему и смотрит. Здесь есть несколько пунктов, которые я расписал, которые как-либо могут помочь каналу продвинуться немножко в топе. Получить немножко популярности. В первую очередь, это, конечно, добровольные пожертвования, потому что... Ну, я здесь все описал, куда они пойдут. Потому что все это дело, оно требует небольших денежных затрат. Это на оборудование, на рекламу канала и так далее, на призы и подарки. И, в общем, я здесь все описал. То есть, почитаете. Не думайте, что там, не знаю, 10 рублей упадет. Вот я побегу сразу в магазин и куплю себе пивасик и нафигачусь от радости. Такого быть не может просто. Принципиально не может такого быть. Вот. Здесь я описал, то есть, естественно, добровольные пожертвования. Это было бы очень здоровской помощью от каждого. Даже каждый там рубль, каждый 10 рублей, это все пойдет на благое дело. Дальше это привлечение друзей. То есть, каждый из вас может рассказать другу о канале и попросить его подписаться. Если, конечно же, его устроит, ему понравится видео. Это самое главное. Никогда не нужно говорить, там, подпишись обязательно. Человек может просто подписаться, но при этом он не будет смотреть видео, не будет проявлять никакой активности. И вот эта вот подписка, этот мертвый груз, он, по сути, никому не нужен. Поэтому люди должны подписываться только при условии, если им понравится контент. Это принципиально важно. Репост записей и видео. Тоже важный пункт, когда мы, ну вы и мы, и я тоже в том числе, мы это все дело репостим, ставим лайки. То есть, это все записи и видеоролики появляются у вас на стенах. Это все видят ваши друзья. И это тоже немножко приносит развитие на канал. То есть, больше людей посмотрят видео, кому-то понравится, и кто-то решит зайти в группу и подписаться на обновление. А потом и на канал, что очень и очень здоровский. Также лайки и комментарии на ютубе тоже двигают видео в топе. Здесь тоже все описано. Кстати, да, вот тоже интересный пункт. Если вдруг вы имеете какую-либо группу, неважно, маленькую, большую, там 100 человек, 50, 200 человек, вы администратор, и у вас, допустим, тематика, ну более-менее близкая к тому, что делаю я на канале, допустим, у вас тематика хоррора, да, или крипи истории, или просто связанная что-то с играми, то вы можете, если вдруг хотите предложить мне птену свою помощь, как-то вот пропиарить видео или сделать рекламу каналу, то вы обязательно пишите, и в своей группе можете размещать или репостить записи с нашей группы, или просто брать видеоролики, вставлять в себя. То есть, это было бы очень неоценимой помощью, очень важной помощью. Имейте в виду, дорогие друзья, и все, кто у нас, значит, обладает такими сообществами. Или следующий пункт, это партнерство. То есть, очень важная тоже вещь. Если вдруг у вас есть группа, которая большая, не там не 10 и 100 человек, а, допустим, группа, которая может принести реально ощутимую пользу, допустим, там 10 тысяч и больше, то в этом плане мы можем заключить партнерство. То есть, все основано будет на взаимной рекламе. Я у себя в видео, допустим, делаю аннотации, делаю ссылки в описании, или могу сказать призыв в начале видео своим голосом. Допустим, зайти к вам в группу. Вы, в свою очередь, делайте то же самое. Публикуете свои видео, публикуете ссылку на канал у себя в ссылках в группе, и добавляете, допустим, видео у себя в видеозаписи, какой-нибудь там альбом можно создать. То есть, это все партнерство оговаривается. То есть, у вас идет поток людей с моего канала, вам в группу, и с вашей группы идет поток людей ко мне на канал. То есть, все взаимно и все очень круто. Почему именно 10 тысяч? Ну, допустим, ладно, там, ну, 7-8 тысяч тоже нормально. Потому что я считаю, что в любом деле в партнерстве важно, чтобы партнерство было равноценным. То есть, чтобы польза от одного партнера и другому партнеру была одинакова. Или хотя бы близка к одинаковой. Потому что очень глупо будет заключать партнерство с группой, у которой там всего 10 человек. Потому что такая группа никакого, по сути, никакой выгоды каналу не принесет. А канал, наоборот, эту группу сильно-сильно поднимет. Это неравноценно, я считаю, что это не совсем честно по отношению к каналу. Поэтому в этом плане лучше, конечно же, иметь свою аудиторию в группе, чтобы предлагать партнерство. Имейте в виду, дорогие друзья. Но опять же, если у вас такие группы есть, если среди моих зрителей есть люди с подобными большими группами, обязательно пишите в личные сообщения. Мы этот вопрос с вами решим. Ну, собственно, вот, я сделал небольшой обзорчик всего, что есть. В первую очередь, конечно же, главная тема это менюшка. Оно очень удобное, поэтому пользуйтесь, дорогие друзья, не теряйтесь, все здесь есть. А, и последнее, что я хотел сказать, это библиотека. Я помню, потратил почти весь день, это было довольно муторно. Представьте, да, каждую игру нужно открыть, написать название, взять, скопировать ссылку у этого видео, и все сделать в алфавитном порядке. Но, в общем, я разработал библиотеку. То есть, все игры на канале, абсолютно все. Неважно, там, с какой рубрики, флешевые игры, там, простенькие, непростенькие, хорроры, нет. Они все здесь есть. Вот, все по алфавиту, все разбито. Нажимаете, и вылетает это видео уже у нас на ютубе. Ну, например, вот здесь. Упс. Что-то не то. Что-то фигня. Почему неверные параметры? Значит, надо что-то посмотреть со ссылками. Ну, ладно, черт с ним. Вот, допустим, это. Вот, Джефф Закиллер, да. Или, например, не знаю, ну, допустим, допустим, ну, вот, Fibrillation, к примеру, да. О, работает, все работает. А вот ссылка, видимо, на Happy Wheels, что-то, видимо, на косячное. Ссылка, надо посмотреть. Очень хорошо, что я решил сделать такой подкастик, нашел косячок. Но это мы исправим. Вот, здесь у нас обрыв идет в страничке. И, значит, можно нажать далее. И здесь продолжение. Все игры. Ваниш, например. Да, Ваниш работает. Ну, все, собственно, это все, что я хотел сказать. Это все, вот, кстати, это все сделано не просто для удобства, для вашего удобства. А еще сделано, чтобы, допустим, есть люди, которые предлагают мне пройти игру, которая уже давно пройдена. Так что, прежде чем, допустим, вы захотели предложить какую-либо игру Нептуну, просто зайдите сюда, посмотрите в библиотеке по алфавиту, найдите. Если вдруг этой игры нет, то смело предлагайте. Я его обновляю каждый день, эту библиотеку. Все мои игры, которые я отыграл, они здесь есть. Так что, всего, что здесь нет, то смело предлагайте. Ну все, на этой нотке, я думаю, стоит поставить паузу. Я все сказал, видео не хочу растягивать на полчаса, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, зовите друзей. И, конечно же, проявляйте активность. Общайтесь в комментариях, общайтесь в группе и участвуйте в конкурсах. Все только для вас. Спасибо и увидимся в новых видео. Пока-пока.